Президенту нужно это правительство, которое не может справиться с этой ситуацией. Уже стало понятно, что полностью вся Россия, вся экономика России зашла в кризис. Поэтому если горняки первые поднялись, значит все, это уже предел, жить так дальше не надо, надо что-то исправлять. Наверное не зря здесь, когда мы играем симфонию касками президенту, один из лозунгов, шахтерам отступать некуда, за нами Россия. Марш на Москву работников оборонной промышленности. Мы солидарны с актерами Нуркуты, мы солидарны с теми, кто борется за возрождение России, ее правового могущества, ее правовоспособности. Даже слепому понятно, что так называемые реформы сегодня завели наше общество в тупик, из которого не видно никакого просвета. Люди озлоблены до предела. Нам больно смотреть на своих детей, оборванных, голодных, попрашивающих кусок хлеба по подъезда. Но всякому человеческому терпению есть предел. Брось спичку, и вспыхнет пожар. Мы требуем отставку президента. Мы требуем остановить преступление против собственного народа. Мы сами прекрасно понимаем, что по сути принуждение людей работать без заработной платы, это фактически превращение собственного народа в рабов. Это как нужно ненавидеть, не любить свой народ, чтобы быть должным ему от грудного ребенка до глубокого старика. Какое это вида на стране? Где это бы президент, достойный президент, который себя считает избранным народом, мог такое себе позволить? На сегодняшний день наш единственный лозунг Ельцина в отставку. На Арбатской площади Министерство обороны России. Правительство не выделяет министерству денег, министерство не оплачивает заказы предприятиям, рабочие не получают зарплату. Спасибо вам, что и вы сюда пришли. На Горбатой придите к нам, поскочите. Вас убили Сахалин, Воргута, Ростов, Сузбаш, Челябинск. Вас убили. Найдите к нам. Народ! Народ, слушай меня! Надо бастовать и выходить на улицы. Только там, только как шахтеры. Если мы едины, мы не победимы! Если мы едины, мы не победимы! Мы с вами! Мы с вами! Мы с вами! Я Григорий Исаев, рабочий, слесарь. Работаю на заводе Мини-Масникова, крупнейшем и старейшем военном предприятии города. Это в Суреум были парадные ворота индустрии города Самара. Сегодня завод на коленях и даже ниже колен. Как и вся наша промышленность, как и вся наша жизнь, и вся наша Россия. Узнав и услышав, что здесь с 11 июня стоит шахтерский пикет, мы спустя две недели приехали сюда и стали с ними вместе, плечом к плечу, ну как вот солдаты. И будем стоять здесь, покуда ситуация не закончится своим логическим путем, то есть свержением власти. Дорогие, старые революционеры, поцелование-то, рады. Я тебя сниму! Все молодцы, здоровые ребята! Я, Виктор Котельников, тоже мы вот на зиме работаем в одной бригаде, машинист компрессорных установок. Сейчас мы тут, потому что дело общее. Далой Ельцина, далой правительство воровское, далой преступную власть. Мы перекрывали дорогу в Самаре с 3 февраля по 9 апреля, ежедневно. Ежедневно. Всякое было. Заложников брали, губернатора ходили свергать к Белому дому. Григорьева арестовали на 8 соток, потом отпускали. Мать-старушка осталась. Ну, живем за счет дачи. Вот так вот, за счет ее пенсии. Ничего. Держимся. Вот у нас лично на зиме, на заводе Мини-Масликова, было 11 месяцев, значит, долги по зарплате. Сейчас 9 месяцев. После вот наших забастовок мы там перетерпнули дирекцию, старого, значит, уволили, прочее, прочее. Ну, во-первых, и зарплата нищенская, и долги. Как же живем? А вот так и живем. У нас на зиме 12 человек покончило с собой. Непостижимое терпение русского народа позволяет вот этой жизни длиться. Но оно уже, так сказать, за предел. Люди выходят на улицы. А революция, как известно, совершается в массах и происходит на улицах. Мы присутствуем при начале этих дел. Нам отсюда идти некуда. Надо выгонять это у вас. Будем до конца и шахтеры, и все остальные пребывают на стол. Тяжело, многие ребята болеют. Ну и тяжело морально и физически просто переносить то, что здесь, в этих условиях. Но мы держимся. Держимся, знаем, что нас Россия поддерживает. Знаем, что нас поддерживают простые труженики. Ну, а то, что москвичи здесь делают, то это нельзя передать словами. Огромное им спасибо, что они поддерживают. Они, в принципе, когда мы приехали сюда, была настороженность. То есть наша и ихняя. Зачем приехали опять сюда шахтерами? То есть требовать себе зарплату? Или зачем они сюда приехали? И когда они узнали, зачем мы на самом деле сюда приехали, то вот здесь сразу все повернулись к нам лицом. Приходят, даже со слезами на глазах, просят. Ребятки, стойте. Ребятки, держитесь. Мы вас не оставим. Мы вас не бросим. Ну, естественно, шахтер. Это та категория рабочих, которые, если уперлись на своем, то думаю, сейчас-то уж тяжело нас свернуть. А сколько нам здесь стоять придется? Ну, во-первых, столько, сколько надо будет, столько и будем стоять. Без президента мы отсюда не уйдем. В дни Первой Российской революции ученые Москвы 1905 года и известных всему миру научных базовом мосту Климовская и Тортина были ожесточенные бои рабочих дружин пущими царскими войсками. У них те же деды, что у шахтеров и оборочек, что напрестны, и те же требования власти неподалеку от центра Москвы. Говорит директор Института физики Земли, академик Владимир Страх. Друзья, я рад приветствовать вас на этом митинге процессов. Возьмите, я рад приветствовать. Это вовремя и освободствов. Это российская наука, которая давала в основе 20-20 процессов мировой научной продукции. Дело не только в том, что у нас заслана гостищинская. Дело в том, что нет совершенства финансирования. Поэтому мы должны совершенно черно предсказать. Сейчас это в детском срытии наших действий. В начале июня 98-го года, здесь, на Горбатом мосту, у резиденции правительства России привели шахтеры к искусственному позору и унижению, а народ к нищете и разорению. Эти власти должны быть свергнуты. Им надоело работать без заплаты рабочих и выслушивать пустые обещания. Из обращения шахтерского стачкома на Горбатом мосту руководитель шахтерского генета России Виктор Семенов. Неоднократно мы обращались к войне, ставили вопрос на самых высоких федеральных уровнях. 20 августа, день шахтеров. Свой профессиональный праздник пикетчики решили провести стен Кремля. Не только по углю, но и по всем остальным. Ответы не находили, подписывались десятки протоколов, соглашений, но в конечном итоге ничего не выполнялось. Поэтому, в действии, в процессе Горбатом в исполнике Кремля выдвинул требование направить делегацию в Москву, встать здесь в Москве постоянным пикетом требования оставить деньги. В принципе, каждый простой кружок знает, что к чему это правительство и этот президент прилили Россию, к полному развалу. Поэтому мы и ставим вопрос, что если эта правительство не может привлечь к ответственности тех, кто разворовывает Россию, а может быть и они сами там учат, поэтому мы поставили вопрос. Действительно, не нужен президент, не нужен правительство, которое не может справиться с этой ситуацией. Уже стало понятно, что полностью вся Россия, вся экономика России зашла в кризис. Поэтому, если горняки первые поднялись, значит, все, это уже предел, жить так дальше надо, нужно что-то исправлять. Наверное, не зря здесь, когда мы играем симфонию касками президента, один из лозунгов «Шахтерам отступать некуда, за нами Россия». Марш на Москву работников оборонной промышленности. Мы солидарны с Шахтерами Воркутей, мы солидарны с теми, кто борется на возрождение России, ее оборудовое могущество, ее оборудовое способности. Надо слепо быть понятно, что так называемые реформы сегодня завели наше общество в тупик, из которого они видны, до какого просвета. Люди облудлены по пределам. Нам нужно смотреть на своих детей, на горную колоду, напрашивающих кусок хлеба по подъездам. Но всякому человеческому терпению есть предел. Брось спичку, и вспыхнет пожар. Мы требуем отставки президента. Мы требуем остановить преступления про это собственного народа. Эти ребята еще ваши. Воспитанники детского дома поселка Кудесье. Приехали в Москву на экскурсию. Зарабатывали себе на жизнь, на улицах и в подземных переходах. Для шахтеров ребята играли бесплатно. Дост в глубоком стреках. Какое это видно в стране? Где это вы, президент? Достойный президент, который себя считает искренним народом, мог такое себе позволить? На сегодняшний день наш единственный ловлен в рейс на Барсабру. На Арбатской площади Министерство обороны России. Правительство не выделяет министерству денег, министерству не оплачивают заказы предприятия, рабочие не получают зарплату. Спасибо вам, что и вы сюда пришли. На Гарбатый, придите к нам. Раскочите. Вас увидите, заходи, Воркута, Ростов, Кузбасс, Челябин. Вас увидите. Зайдите к нам. Здорово! Здорово, слушай меня! Надо басовать! Обзор событий четверг в новостях на ОРТ. Здравствуйте. Вы ездите, ездите. Будем поддерживать Южный Соколец. Мы и походим! Они сказали, что... Мы и походим! Мы и походим! Это еще день уже передали, они один угроза на голову останавливали. Мы уже на акте закрыли. Мы все, не будем! Я Григорий Исаев. Своим профсоюзом, который после переговоров с властями предлагает отложить перекрытие Трансина. Работу на заводе Министерства. Они сели на рельсы, и здесь из-за этого разгорелся настоящий скандал. Это все время были парадные ворота индустрии города Самара. Сегодня завод на коленях и даже ниже. Как и вся наша промышленность, как и вся наша жизнь, как и вся наша Россия. Власть хотят употребить и против шахтеров. Второй месяц бесполезно стучащих касками обручат возле дома провинции. Мы, спустя неделю, приехали сюда и стали с ними вместе, причем ключу. Ну, как вот солдаты, и будем стоять здесь, покуда ситуация не закончится своим логическим путем, то есть свержением власти. Председатель, профессор, участвовал в качестве ответа к партизанскому войну и отморкнулся от тараней провозки. Будет война, значит, будет война. Она неизбежна, потому что... Почему она неизбежна? Потому что там сидят правители, а мы просто рабы. Я, Виктор Котельников, тоже мы вот на зиме работаем, в одной бригаде, машинист компрессорных установок. Сейчас мы тут, потому что дело общее. Далой Ельцина, далой правительство воровское, далой преступную власть. Мы перекрывали дорогу в Самаре с 3 февраля по 9 апреля, ежедневно. Ежедневно. Всякли было. Заложников брали, губернатора ходили свергать к Белому дому. Григорьева арестовывали на 8 суток, потом отпускали. Мать старушка осталась. Ну, живем за счет дачи, вот так вот, да за счет ее пенсии. Ничего, держимся. Вот у нас лично на зиме на заводе имени Масникова было 11 месяцев, значит, ранее по зарплате, сейчас 9 месяцев. После вот наших забастовок мы там перетерпили в Гренцию. Привет всем, с вами студия СССР. И, в общем, хочу сказать про святые 90-е. Кто нас так любит их называть? Это послание касается не моих подписчиков, не моих друзей, кто меня знает. Это касается либеральной молодежи, которая симпатизирует либералам. Кстати, вот сейчас скажу про святые 90-е. Уважаемый молодняк, в кавычках, съездите на кладбище и посмотрите, какие были тогда святые 90-е. Сколько там лежат мафиозников, ракетиров в этой святой кладбищеской земле. Святые 90-е. Домой святые 90-е начинают с перуанов задерживать на один месяц, после на два, на три месяца зарплату. А то и годами задерживали. И выплачивали, если, дай бог, дай бог, если нет предприятия, выплатят целиком зарплату. А то выплачивали, например, за сентябрь, за октябрь. Ну, в таком вот смысле. Дальше что? Дальше происходило так. Организовался крупный рэкет, крупный ОПГ, так называемая мафия. Если сравнить итальянскую мафию с русской, то русская, это не мафия, это просто обыкновенные бандиты. Ну, не только... Хотя к русской мафии отностили и чеченцев, и дагестанцев, всех. Даже из бывших союзных республик. Грабили кого в основном? В основном собирали, не грабили, а точнее, собирали дань. Сфервировал, который вставал 4 часа и ложился в 12 часов ночи. Собирали дань. Собирали дань с обыкновенных предпринимателей, которые занимались своим производством, которые не занимались купли-продажи. С мелких предпринимателей собирали. Даже с тех же торговцев в электриче, которые имели, можно сказать, копейки, там много не заработаешь. Кстати, я про себя скажу, я сам, чтобы когда-то выжить, торговал в электриче газетами, после ширпотребов, там много не можно было заработать. И с нас тогда собирали дань. Что, не правда? Вы сейчас будете орать в комментариях, что это не правда, такого не было. Это было все. Мы старше поколения, мы старше вас. И мы это помним. Те же, те, кто орет про святые 90-е, я сейчас объясню, кем они раньше были. Первый, они были или рэкет, или какой-нибудь босс из какой-нибудь группы ОПГ. Также многие были бывшие начальники, которые наши зарплаты, не выдавали годами, по полгода годами, проворачивали в банки. После этих зарплат, которых мы почти не видели, да, можно сказать, и не видели, покупали себе крутые тачки, крутые дома, виллы за границей. Как вы думаете, откуда Откуда вы этих дебилов дерется взялась в недвижимость за границей? Вы орете вы эти у правительства, вы за собой, посмотрите, со своими родителями. Вы орете, что вы просто работяги? Да вы фрезерный станок от токарного не сможете отличить. Вы даже не знаете, что к чему предназначат. Все. Работяги все, я сейчас скажу, где работяги. Работяги все, они работают. Они занимаются своим делом. И дай бог, если кто-то успевает там с утра полазить минут 10-15 по соцсетям. И вечером придут и уставшие тоже минут 10-15 полазят, поедят и спать. А вы, святые 90-е, кто орете, так называемые святые 90-е, вы просто привыкли линькяничить, бегать, по митингам, просто чтобы не работать. Ну, там подумаешь, два-три часа постояли, бабло получили. Нет, естественно, не за бабло, нет ли мыслей, а это правда, там либералы говорят. Это тот же Венедиктов, которого вы слушаете. Да он ни хрена никогда физически не работал с цехом Москвы. Просто этот баран еврейский и пидорок, проплаченная свинья, который обосрал всю Россию, обосрал наших дедов ветеранал Великой Отечественной войны. Почему это скрыто? Почему Венедиктов еще в 90-х годах обосрал ветеранал Великой Отечественной войны и сказал, мол, что лучше бы наши деды Германии власть отдали. Этот козел не понимает, что он бы первый попал в асфицированную или еще куда-нибудь газовую камеру для евреев. Кстати, скрыл и, возможно, уничтожил эту запись. К сожалению, тогда в 90-х, хоть в начале 90-х, хоть в середине 90-х и почти в конце 90-х андроидов не было. Они почти в конце 90-х, но никто из нас не мог купить эти андроиды, потому что это было все очень дорого. Очень дорого. За компьютеры я вообще молчу. Мы не могли купить компьютеры. Серьезно. Мы обыкновенные работяги были. Работали все физически. Так что те же Собчат, проститутка, которая, я не знаю, куда ее вообще девать надо, в принципе, выслать ее из России нахрен, дать ей пенделей. Навальный то же самое. Вы знаете, что я скажу? Представь мне, существовала 58-я статья. Я думаю, ее пора вернуть для таких вот, как Навальный, Собчак, Венедиктов. Ее пора уже давно вернуть. И действительно, им за то, что гадят на Россию, поливают помоями, пора давать расстрельную статью этим либералам. До новых встреч, друзья. А либералам смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова